доля и крак последний бой третьего этапа сегодня у нас мой напарник федор игрок играет за крага ли потому что за доля кто играл в прошлом туре скажи наконец-то я то в этом этапе сколько раз а ты вроде только за ору выиграл за остальных чуть и не везут игра за более слабо скажи наконец со стороны силы подерусь единственная проблема это я вот не помню ты не по нам тоже вроде на этих сам у нас тобой обоих кольцо этот скорость инициатива на 20 и не радует что у тебя защита всего 2 надеюсь будешь разлетаться как птичка буду разлетаться я в этом практически уверен я вот думаю кого вперед кого назад выставлять потому что инициатива так ну наверно так а у тебя какие циклопа с дубиной же так но все равно я больше уверен что крак должен победить за таких болотах мы тут твои не угадал собакой блин не угадал мукой пункта это страна угадал с быком ай ептель-муктель она у меня же лошадкой лошадка 400 500 так но наверно будем вот это вот что она его не напугало что ли не 4 6 ну как лучше виш гоблина твоего задел так я говорю недалеко пьют что-то там скажу мне и все равно не туда мне по идее у орков не мана типа ну а не клич что постоянно эту хренатень делаешь колдуешь что нибудь или это другая которая круглая не вообще эта хрень и на все характеристики так ну вот это заря парень у меня есть какая инициатива но линцы ой удачи инициативу а у тебя удачи 5 насколько помню ты мега удачливый юкору юкорный театр жесть удача за крага конечно решают подмога начать такое этот самый короче вместе с моим выстрелом еще герой нет как вовремя то есть грубо говоря я буду сейчас героем стрелять понятно надо было бить кентавра ай ты уж не обессудь не обессудь уход 19 до 60 прикинь урон как бы у бычары это кому ну твоим 69 мудла на тебя ся не ну вот эти вот говорю да ну нахрен были могут посильнее ударить отсутствие защиты конечно что жопа все что могу сказать да неужели я наконец-то схожу так что дауды левжи не черта хороша 65 маны из 50 колдовать нечего на все процентов ну ладно не пофиг у меня стреляют герои или у тебя стопроцентная херня давайте ребята погнали о нет ну что дядя циклоп скажет хорошего и циклопа 11 мудрец клуба пиджи купценту так еще плюсы приведешь и скотину 717 сделать то прописать это куда-то идет она попробуем пожить еще 12 может и зря что не ударил такие все радостные хочу выносим врага да я аж ничего не понимаю что такое цепнуху прошлое цепнуха цепух хрен тебе уху ну куда ты побежишь одной родной родной наверно будет выносить самого опасного человека мощно один на как-то а то то есть ну ладно всех такой полиши такие два брата встали 22 и 34 хочу ожог на тебе какой-то да стоит какой ожог ну вот у тебя от 9 но одна умерла как будто нет на на нет и не она умерла я был а это гоблин сдох отличие не хватило так т.к. охреневшая скотину отбежал такой так в общем с циклопу то что помоги вообще всю жизнь в сумме да скажем ну ладно я в ответку пропишу да да у тебя же я всю ману спер нет нет 370 ну ладно да вот как халявщик блин этот двадцатка ничего не сломил ой я боюсь больше меня даже не знаю что мне делать то нет он сейчас еще раз гладится так нечестно а хотя подождите-ка так так там же у нас так интересно да надо все равно обойти проверим да наверно все равно дойдет вставлять и вставлять ты чё там фига он добежал ну ладно да лет достойно сражалась вроде как вроде вроде у бабки в огороде специально чтоб цепной прописать я думал ты одиннадцатки будешь прописать я хоть еще успею кому прописать напишем мать и товарищ ну неплохо так по коцу даже не думал что почти всех циклов такой черный блин ты че такой обгорелый еще один удар выдержать довольно шикарненько это же сказал по косу у нас сейчас этот подлетит и все значит стройка добежит тройки надо подлетать ну неплохо если честно я думаю хуже будет а так в принципе мне кажется тут даже если как-то немножко ну где-то бы удача была на моей стороне ну так правильно где-то может даже расставиться то может даже бы и у Делеп есть так шансы конечно очень тяжело но это много всего сойтись но я думал конечно будет ну какой-то шанс есть это это мне напомнило вот как мимо с этим сласа поздравились там если как-то так подрасчитает там чтобы так и так вот но все-таки у крага я говорю на удачу очень многое зацеплено то есть хотя бы в процентах двадцати случаях если у тебя удача не сработало уже бы это что-то было так хорошо значит бой закончили и сейчас мы подведем итоги третьего этапа и так краг побеждает Делеп переходит в следующий этап и мы подводим итоги третьего этапа ну что у нас получилось особых все бои как практически все оказались такими более-менее предсказуемыми единственный неожиданный такой саморезультат это конечно бои ора синитар который что я что ты так если честно не ожидали да вообще как-то если честно думаю у ора почти шансов не будет вот ну и такой как бы где-то 50 на 50 король толгар нимус получился вот остальные в принципе ну в большую часть там ну кого-то больше кого чуть меньше ну сразу были понятны и у нас конечно же рекордсмен осир николас бой наверно пока что самый быстрый в нашем турнире который буквально там за минут пять он закончится то есть всего видео у нас около шести минут заняло а вот если это чисто бой то есть то есть я как ну чувствую что осир должен разнести но не так быстро то есть как-то неожиданно получилось кто бы мог подумать что квас николас так быстро заквасится да и ну вот и в принципе как я уже говорил с самого первого этапа из турнира проигравших прошел только один король толгар это значит говорит что таких супер бойцов из первого этапа не нашлось кроме одного то есть их было не так много то есть если если бы мы не проводили второй этап мы бы многого не потеряли если брать бойцов из первого этапа а вот что касается бойцов кто стартовал со второго этапа типа вот властелина рантир таморы и прочее вот их здесь здесь уже интереснее то есть кто может преподнести сюрпризы потому что действительно вот например бой фрида рантир как мы уже говорили рантир может довольно таки много чего натворить и почему федор мне люлей дал я так и не понял я так и не понял про удивить говорил я думаю дайкать из птичка попал фрида рантир я думаю будет интересен такой бой где то может впритык потому что фрида и святое слово рантира нечистила но правда у арантира посильнее да нечистил поэтому фриде может надо будет что-то придумывать вот то есть короче бойцы которые стартовали со второго этапа вот здесь они гораздо много обещающий ну вот и уже первый бой этот я думаю подтвердит ора нура здесь тоже я надеюсь будет битва такая до неопределенного момента потому что воры есть и армагеддон с големами у нуры всякие подчинялки плюс у нуры эти навыки там вроде получше вот но я надеюсь тоже будет интересный бой асир анван конечно больше сказать кассиру но хрен его знает это анван со своим ливнем и стрелы там либо ледяной стрелой может в принципе тоже что-нибудь там натворить здесь в принципе вот курок тиеру сложно сказать больше конечно к куроку но хотя тиеру я думаю опять же своим ливнем и стрелы молниями может и там тоже натворить в общем бойцы из второго этапа которые прошли до четвертого я думаю они на уровне выглядят даже в каких-то моментах где-то и превосходит своих оппонентов так что вот чем интересен вот этот турнир среди проигравших один раз тем что да на ранних стадиях мы видели что большинство лямку то не тянут но вот сейчас все таки ребята которые на которых надежда была они несколько их отобралось и думаю они еще попортят крови может даже кто-то и до финала дойдет тот же король толгара и финна я думаю от этого боя тоже будет такое жесткое противостояние не хуже чем эльфина с хангулом когда в основной сетки дрались вот я думаю здесь нам федор может даже пригодится проводить во многих местах по два бой ну и крак айрис здесь конечно все будет зависеть от удачи крага шансу айрис вот единственно на бой которые как бы практически все ясно но фиг его знает когда синитар с айрис дрался я тоже думал типа во все понятно у айрис все таки эти грифоны могут там наулетать и тоже с другой стороны он улетел потом приземлился где-то неудачно и все его там растерзали поэтому тут тоже их менее с полетом такое двоякое ну да так что ждем от четвертого этапа упорных боев гораздо надеюсь они будут интереснее нежели в третьем вот но с вами были 5 по 7 4 игрок до встречи в следующих боях всем пока